детали приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча когда мы обсуждаем рынки и для наших подписчиков делимся с ними в общем актуальной рыночной ситуации оценкой того что на рынках происходит в преддверии каких-то интересных инфоповодов инфособытий сегодня экономический календарь не такой уж и богатый на эти релизы но этой неделе чем интересно если так крупными мазками завтра нас протоколы последнего свидания федрезерва и в конце недели джексон холл где особенно важно будет дождаться выступление паула потому что пау после последних данных по инфляции нам нужна оценка паула того что происходит в американской экономике потому что мы гадаем пытаемся за федрезерв додумать что же в итоге конечно еще себе решит регулятор какое решение будет принято по процентным ставкам а вот паула простают я надеюсь опять же все точки над и и не будет уже какими-то витиеватыми способами уходить от темы которая связана с перспективой смещения американской монетарной политики что прежде чем приближаться по нашему традиционным набору активов не могу не спросить у тебя изменилась ли твоя точка зрения по доллару уверен ли ты в том что доллар еще не обновил локальный минимум и дальше будет стяжаться и вообще считаешь ли ты что до конца этого года ставку на каком-то из заседаний в сентябре вот совсем скоро либо в ноябре либо в декабре фрс снизит например на 50 байсных пунктов или основание уже для этого не как думаешь виталий и так приветствую всех ну по поводу рынков я в том же направлении думаю в принципе они совпадают с твоим то есть ослабление доллара рост по всем мажором то есть он в принципе идет рост металлов рост фондового рынка возможно уже начинается рост криптовалют поэтому по рынку пока все тоже да по поводу ставок посмотрим посмотрим скажем рынок пока рынок работает на ожиданиях конечно все может поменяться там еще рынок труда будет начали и есть в принципе вот если так детально прям в анализ инфляции учитываться который последний вышел он такой прям не явный что идет снижение он там по некоторым параметрам если смотрите у нас очень сильная инфляция то есть если там прям детально отчет да он идет общее снижение но по некоторым параметрам там достаточно сильная инфляция поэтому рынок сейчас на ожиданиях растет потом ставку не под не понизят условно рынок скорректируется потом снова на новых ожиданиях там когда там ноябре декабре снова ставку поэтому здесь сложно сложно это спрогнозировать посмотрим пока получается на рынке скажем про правильно прогнозировать зарабатывать хорошо будем будем дальше смотреть это да пока есть волатильность есть возможности за которыми мы как раз и наблюдаем мы стараемся конвертировать приросты по депозитам ну что давай тогда перейдем демонстрация экрана индекс доллара традиционная тема 101.8 сегодня на азиатской сессии видели в районе 101 60 то есть в целом доллар продолжают активно распродаваться я думаю что этот график он но не вызывает никаких сомнений то что мы работаем с даунтрейдом и развитие его с большой долей вероятности будет продолжена потому что мы как раз только ждем решение по снижению процентной ставки и сперва мы ждем выступления а павла на симпозиуме джексон холли то есть для сентября еще куча времени но нам нужно чтобы как-то освежил взгляд после последнего отчета по инфляции именно глава американского регулятора я ты знаешь совершенно не удивлюсь если рынок скорректируется после такого сильного балла и мне кажется даже ему нужно скорректироваться чтобы добавить нормальности к развитию трендовой динамики и например после восстановления в районе 102 50 если он произойдет еще до выступления павла вот там можно будет снова открывать короткие позиции для тех кто хочет какой-то более интересный уровень и не готов например шарфите когда ринг торгуется на 7 месячных минимум ну а если среди вас друзья есть те кто все-таки уже давно сделка либо смотрит до сих пор на долгосрока я думаю что мы придем 100 пунктов это как ближайший целевой уровень потому что политика меняется не важно насколько снизить ставку и и снизит я думаю что трижды как минимум в этом это максимум возможности для фигизета в этом году сентября ноябрь декабрь вряд ли будет конечно же сверх агрессивное какое-то смягчение экономической политики на 50 вайсных пунктов для этого мы должны увидеть какие-то страшные данные по нонфарм авусовским если там будет еще более значительный рост уровня безработицы и скромные показатели создания новых рабочих мест то тогда как и в прошлый раз все помните я думаю что именно нонфарм перелс июльский спровоцировал панические настроения на рынке когда все снова заговорили о высокой вероятности рецессии когда и рынка обвалились тогда поэтому нонфармы сейчас поскольку это очень чувствительная статистика для всех рыночных настроений игнорировать этот релиз ни в коем случае не нужно я в целом думаю то что нонфармы не преподнесут никакого позитивного сюрприза мы увидим по-прежнему слабую статистику которая убеждает все большее количество сомневающихся трейдеров в том что фрес вскоре примет это решение по снижению процентной ставки поэтому по индексу доллара долгосрочные также смотрю вниз по золоту ранее мы обозначали потенциал роста сейчас это новый исторический максимум если смысл смотреть и ставить цели выше 2530 2550 эти уровни они не будут иметь никакого скажем фундамента в виде технических паттернов оснований потому что это уже но исторический максимум и в целом можно смотреть на любое значение выше если среди вас друзья есть сторонники длинных позиций я поддерживаю золото дальше хотя поддерживаю находясь вне рынка потому что этот сектор уже очень дал хорошо заработать и сейчас я думаю что до выступления павла в джексон холли может быть даже после его выступления на рынке будет повышена волатильность и золото может ходить там на несколько процентов вверх и вниз то есть лучше конечно же дождаться окончания недели вернуться к трейдингу на рынке драгоценных металлов уже со следующей недели когда у нас будет на руках дополнительный он в виде конкретных заявлений павла о планах и резерву по смещению экономической политики ну а если провести аналогию с долларом то есть здесь например долгосрочно прогнозируя будущую динамику рынка драгоценных металлов я не удивлюсь если золото пойдет выше причем существенно выше этому способствует долговой рынок сша прежерис доллар и этому также не противоречит речный сантимент 70 процентов трейдеров все еще остается на коротких позициях по евро учитывая высокую корреляцию с индексом доллара мы уже выше отметки 1 10 это еще не предел я вообще долгосрочно смотрю на 1 14 115 хотя я понимаю что для того чтобы евро прошагал еще 400 пунктов нужно чтобы индекс доллара прям сильно ниже сотки провалился но наверное мы туда в конечном счете придем сейчас ближайший целевой ориентир 1150 112 коридор диапазон куда можно месяц независимо от того что будет происходить с политикой европейского центрального банка и какой будет статистика вы хотите в германии по зоне потому что рынок ее игнорирует рынок фокусируется только лишь на дозре а здесь установка на снижение это очень кстати похоже для на динамику по другим рисковым инструментом сейчас все что имеет отношение к риску пользуется именно поддержка слабости американского доллара это самый настоящий тренд это как раз тот самый не частый период который возникает на рынке когда он просто раздает деньги нужно сейчас работать по тренду и соответственно ждать еще более высокий ценовой уровень ну и рынок нефти я ждал обвал наконец-таки он случился существенно выше 80 мы не ушли и хорошо потому что я как раз и рассчитывал что где-то в районе 80 можно будет уже получить больше сигналов к этих коротких позиций именно так случилось сейчас котировки уже в районе 77 долларов за баррель следующая цель 75 и ниже и основные аргументы они не изменились у меня в принципе с прошлой недели я за идею того что китай не подаст признаков жизни до конца этого года и до конца этого года мы будем каждый месяц фиксировать падение показателей импорта нефти в китай и соответственно значительного снижения экспорта нефтепродуктов и распределение экономическим рынке из-за низкой активности национальных нефтеперабатывающих предприятий но это все темы связаны с замедлением промышленной активности в китайской экономике и ухудшение экономических перспектив поэтому я на этой теме дальше становлюсь тем более что судя по всему она уже стала причиной смены рыночных настроений толпа залазит длинной позиции поэтому ждем многомесячные минимумы и кстати мой прогноз в рамках этой недели мы обновим как раз минимумы с начала этого года и закрепимся ниже 75 долларов за баррель виталий слова тебе так ну по поводу еще инфляции добавлю как я уже сказал вот как раз нашел более детальный отчет основные данные как мы знаем за июль там прирост 0 2 процента да но как я говорил вот допустим цены на жилье 0 4 да рост потом цены на услуги 0 3 а в годовом цены на услуги почти 5 процентов да то есть инфляция большая то есть данные там новые и дальше они будут просто добавлять волатильности скажем на рынке коррекции так далее не факт что прям инфляция будет снижаться но тренд я думаю он он пошел и скажем это просто будут коррекции а так мы получим ослабление доллара в перспективе так ну давайте к рынку графиком точнее видно да график пока грузится видно ну что индекс доллара в принципе ты правильно сказал что возможно будут какие-то коррекции хотя все возможно так как бывают такие знаешь тренды которые начинают там условно падать или расти без без сильных там коррекции каких-то они исключаем и и такое но в принципе как по новым точкам входа ну допустим вот берем индекс доллара последние несколько месяцев то есть вот коррекция коррекция вот и прошлая недельная тоже коррекция да вот если дальше снова нарисуют какую-то коррекцию то можно будет добавляться в шорт или там кто новые позиции открывает потому что есть кто там ранее покупал но скажем рискованно можно там где-то находить более мелкие коррекции с небольшими стоп-лоссами пробовать дальше шортить как бы вот с текущих прям брать шортить очень сложно то есть потому что рынку нужно немножко отдохнуть и как ты отметил там возможно ближе к пятнице произойдет эта коррекция и на высказываниях павеллах будет как триггер и дальше дальше пойдет вниз но пока я за шорт и как я уже сказал так сейчас секундочку вот у нас получается вот это все накопление которое длится больше года мы с него должны вот это все большое мы с него должны выйти и обновить вот эти минимумы то есть это получается 99 и дальше ниже то есть должно быть такое хорошее снижение там возможно 95 евро я тоже целюсь на 1.15 и возможно выше там 1.18 посмотрим главное не жадничать потому что рынок это такая штука сегодня падает потом начнется какая-то коррекция главное по чуть фиксировать поэтому индекс доллара понятен евро аналогично очень красиво показывает рост новые точки входа тоже с коррекции я бы добавлялся какая-то коррекция мы не знаем будет она мелкая или глубокая то есть обязательно если вы торгуете мел мелкую то ставить стоп-лоссы потому что условно если она начинается большая ты двигаешь стоп-лосс она потом превращается в нисходящий тренд и так далее поэтому тоже аккуратно фунт аналогично мы с тобой прошлый раз говорили о покупках мы сделали 1.30 то есть практически там вчера сегодня 1.30 мы сделали то же самое как евро если будет коррекция там возможно новые точки входа будут то есть по валютам пока и другие инструменты аналогично там австралийский новозеландский канадский доллар там тоже самое пошло все повторяться не буду поэтому рынок пока накапливаю да и доллар иена там спрашивали в комментариях по поводу доллар иена что я думаю я думаю что здесь дальше будет снижение у нас получается сейчас последние там две недели пошла коррекция то есть вот в июле я советовал ее шортить мы получили мощный хороший тренд вниз и сейчас пошла коррекция возможно она уже заканчивается вот у нас вот это движение которое было в четверг пятницу скажем импульс локальный сейчас идет коррекция и пока мы ниже условно 148 уровень сопротивления то я дальше целюсь на так скажем у нас вот эти минимум это 141 с половиной условно да и туда ниже главное аккуратно иена волатильность и волатильный инструмент сейчас тот же глава банка японии он же тоже на этом на этой встрече правильно вот этих банкиров там где джексон холл или нет там все присутствует да то есть он возможно тоже что-то скажет и так далее на потому что они тоже такие задергались то они там ставлю одно говорят потом на следующий день другое тоже нужно быть аккуратным и она такая специфический инструмент поэтому я за шорт но соблюдайте риски по нефти это единственный инструмент который не пошел по моему прогнозу вот я прошлый раз давал практически весь спектр рынка валюта металлы фондовые индексы натуральный газ а вот нефть не пошла но скажем я говорил что я жду коррекцию дальше буду покупать вот это единственный инструмент который я в закрытом канале с ребятами мы не трогали потому что мне вот эта коррекция которая вниз шла и она не показывала скажем покупку то есть она достаточно агрессивной поэтому нефть я не трогал и так как ты видишь шорт в принципе он возможен дальше возможно падение но я ее не трогаю то есть она просто для меня не торговый инструмент натуральный газ здесь кто торгует у нас ключевой уровень условно 2 доллара все что выше 2 долларов я рассматриваю на покупку на рост не исключаю что здесь коррекция может чуть позатянуться то есть но я пока за покупки по данному инструменту инструменту пока мы ниже импульса 1 90 то есть вот этот начало когда у нас начался август то есть возможно это импульс коррекция сейчас и дальше дальше наверх ну и добавлюсь по золоту на не понимаю почему все шортят золото честно то есть или по стратегии потому что мы находимся вверху экрана то есть как вариант и так далее по поводу целей я думаю что здесь цели нужно выбирать такие психологические там условно 2 500 мы взяли дальше 2 600 2 700 да такие большие цели пока я думаю здесь мы чуть-чуть накапливаем и даже можно пробовать секущих брать золото потому что мы как раз на прошлой неделе пробили скажем достаточно такую зону сопротивления сильную последние там несколько недель и вот этот уровень ну и плюс мы ее даже так брали с апреля то есть это такая условно зона где-то плюс минус 2 400 2 450 мы закрепились сейчас торгуемся выше я думаю что даже ближайшее время мы должны должны начать расти обязательно с рисками потому что у нас так скажем если мы снова будем ломать поддержку вот я бы на такой уровень обратил внимание две четыреста условно 70 там 70 с копейками вот вот эта зона вот если мы ее будем обратно заходить то это может там же нужно по факту это может спровоцировать такая скажем как как называют бычая ловушка да и какой-то сильный обвал все возможно то есть это рынок но пока я только за покупки ну и по серебру в принципе я говорил на прошлой неделе куча вебинаров обзорных делал говорил покупать серебро здесь очень красивый паттерн был на покупку выше 27 20 мы локально сделали неплохой рост дальше можно с коррекцией смотреть на покупку с целью там 31 32 33 там были вопросы по поводу серебра что это какая-то там условно что там нет покупок и так далее да это сложный коррекционный тренд мы практически там более двух месяцев падаем по серебру по сравнению с золотом да и напоминаю что не сильно нужно сравнивать золото серебро потому что золото это условно такой защитный актив от 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 скажем каких-то проблем сильных а серебро это тоже но и плюс это промышленный металл то есть у них две разные функции поэтому с коррекции я бы дальше искал точки входа на покупку пока с текущих только золото я бы советовал покупать на ну фондовый рынок просто великолепно как раз помнишь я на прошлой неделе и на битве аналитиков и своих обзорах говорил по поводу байбеков да и как раз я читал на днях информацию что компании американские как раз воспользовались у них было запланировано откупать акции и плюс они скорректировались и они просто рынулись и начали это все откупать у них много денег свободных и видим снг нас так доу джонс хорошенько подросли поэтому на этом можно было заработать и дальше я думаю что мы будем дальше расти но конечно с текущих но это как евро да то есть есть коррекция если будет то дальше я буду рассматривать покупки если дадут то есть и по рынку криптовалют возможно у нас уже коррекция закончилась биткоин он последний тоже несколько месяцев достаточно застрял таком боковике скажем с обновлением локальных минимумов мы почти каждый месяц обновляем возможно эта коррекция уже в финале и мы только будем расти есть информация о возможном скажем более свободном движении криптовалют в китае если это будет одобрено то скажем это будет таким триггером сильным ну так пишут некоторые крипто журналисты посмотрим пока на биткоин выше 58 вот это вот этой поддержки я за покупки если будем его проваливать я бы был аккуратным то есть сильная волатильность и так далее ну и по другим криптовалютам валютам топовым там аналогичная ситуация спасибо тебе за рекомендации ну что ждем тогда паула в эту пятницу расставить все точки над и и подскажет нам правильно ли мы все делаем ориентируясь на более слабые позиции доллара и соответственно более высокий для рисковых инструментов поэтому тебе тоже хороших ожиданий если будешь работать по факту этого события конечно же исключительно прибыльных сделок тебе и всем нашим подписчикам которые следят за нашим совместным контентом хороших выходных обсудим все снова через неделю встречи в том спасибо виталий пока удачи